Для меня это такой был экспириенс. Первая поездка в Америку, это больше для меня, знаешь, такой челлендж. Я вот был со своими друзьями, ты нас встретил, я помню, ты приехал с ананасами, мы типа гимн Казахстана еще пели. Я думаю, около 100 тысяч долларов я потратил просто так в воздух. То есть есть следствие, есть причина. Есть следствие, есть причина, есть результат. В теории мы все крутые. Но когда включается твой маленький ребенок внутренний, и ты, ты знаешь, ты бессознательно начинаешь бояться, зажиматься. А мужчины в деньгах в ресурсе. А мужчины в деньгах в ресурсе? Да. Но мужчинам надо тоже работать. Потому что и в мужчине, и в женщине есть мужское и женское начало. На Гавайях, кстати, для информации, к сведению, нету американских банков. Нету Chase банка, нету Bank of America, нету Wells Fargo. Там все гавайские банки. То есть ты не можешь встретить человека, который несет в себе что-то, чего нет в тебе. Ну что, про Аллаха. А пишем уже? Да. Аллаха. Жанна жил Хотто Болсон. Жанна жил Хотто Болсон, Макс. Круто, да, что мы встретились в Алматы, хотя до этого уже несколько лет. Нет, встречались на Гавайях. Ну да, такая интересная тенденция получается. Встретились в последний раз на Гавайях. До этого я тебя видел в Калифорнии. И так судьба складывается, что мы постоянно встречаемся на разных концах планеты. Кстати, да. Да, да, да. И при том, что от этого никак не уменьшается интенсивность и значимость разговоров. Вот все время, когда с тобой общаешься, такие глубокие темы затрагиваешь. Это зависит от локации или это зависит от твоего внутреннего мира ощущения? Ну, мне кажется, это больше зависит от человека, наверное. Наверное, как бы мое мнение. Но локация, наверное, влияет, это уже второсепенно. Все-таки Гавайи, когда мы там встречались, там такие разговоры, знаешь, глубокие-глубокие были. Да. Затрагивали все другие вещи. Потому что атмосфера внешняя располагает к этому. Располагает, да, да, да. Вот я сейчас окунулся, я вот приезжаю города СССР и типа понимаю, что немножко, как ты сказал, матрица, вот эта социальная, она реально чуть-чуть оказывает влияние. Ну да, да и ты, получается, сам не хотя становишься частью этой системы, частью этой энергии, и энергия тебя, условно, начинает пожрать. То есть ты становишься частью огромного, огромного клочка энергии, и ты, условно, такой, знаешь, муравей. И он у тебя, знаешь... Точно, точно. Забирает, 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 и в какой-то момент ты понимаешь, ты часть этого, хочешь ты этого или нет. Только, наверное, очень сильные какие-то резистанс большим люди могут сопротивляться этому и типа свою такую фокус, точку зрения выстраивать. Интересный момент, сколько я уже здесь месяц нахожусь, и самое, самое популярное слово в социальной матрице, которое я слышал самым много раз. Здесь? Да, здесь. Реально? Среди вот друзей. Я от тебя услышал первый раз. Нет, вот я в течение месяца, ну, раз, наверное, в день, раз, наверное, ну, раз пять я точно слышу, этот разговор поднимается, и каждый человек делится своим опытом. То есть как он это переживает. Друзья, с которыми я общался, они, многие из них последние там полгода, год пожили в разных странах, это не только Штаты, это и другие страны, по-разному развиты, разными вещами занимались. Но как человек попадает сюда, он становится частью социальной матрицы именно этой. Очень точно. Там он, я всё-таки думаю, что деление происходит, здесь свайка от социального матрица, свои моменты, в России, наверное, как-то по-другому это проявляется, я как бы не успел там побывать пока. Давай вот сейчас вернёмся к тому, что ты прожил в Америке 13 лет, ты же не сразу на Гавайи переехал. Не сразу, да, я первый, первый раз, когда переехал, мне было 20, я переехал в Нью-Йорк, какое-то время и пожил там. Вот для меня это такой был экспириенс, первая поездка в Америку, это больше для меня, знаешь, такой челлендж. Смогу ли я там прожить, смогу ли я это всё перебороть, на чё я способен, выживу ли я. Вызов. Да, это вызов самому себе. Я всегда такую аналогию приводил, у древних викингов, когда вот молодой человек, мужчина, в частности, вырастает, доходит до определённого возраста, его отправляют далеко-далеко, условно говоря, там, в лес, в горы. Выживать. Да, выживать. И у него такое испытание, у тебя там месяц, два, три, ты идёшь, охотишься один на один с природой, чего ты стоишь, можешь ли ты выжить, и когда ты возвращаешься, ты возвращаешься уже другим человеком. То есть, ты другой человек внутренне, ты другой человек внешне. Ментально. Ментально самое главное, да. И вот этот момент тоже для меня был интересен. Если я дал год, год я буду там, смогу ли я, это вообще не касалось денег. Это больше духовное развитие было и развитие, наверное, видение вообще целого мира. То есть, для меня Америка была первой такой большой страной, куда я поехал, и для меня, знаешь, что такое? Ну, у тебя были розовые очки вот первое время? Ну, мне кажется, розовые очки всё равно, когда ты молод, у тебя, ты больше вывозишь на энтузиазме, нежели на каких-то, знаешь, розовых очках. Так. У тебя постоянно вот этот газ присутствует, ты прям хочешь топить. А вот по прошествии 13 лет, вот скажи, как вот видоизменилась картинка, остались ли очки, что вообще поменялось? В какой момент у тебя, если изменилась позиция? Ну, касательно розовых очков, ну, мне кажется, человек должен всегда, всегда в нём, какая-то доля этих розовых очков, она должна присутствовать. Позитивное мышление. Позитивное мышление, и я всё-таки сторонник того, что человек внутри должен быть романтиком. Да. Это не обязательно, что ты должен быть романтиком на все 100%, это если даже какое-то маленькое проявление, оно тебя постоянно подпитывает и даёт какой-то, знаешь, сладкий привкус к жизни. То есть, ты всегда веришь в какое-то чудо. То есть, ты, по сути, являешься творцом, то есть, искусство создаешь какое-то… Да, да, да. Создаёшь, во-первых, свою реальность через любовь. И влияешь на внешнюю реальность посредством своего примера. Да, да, да. Вот знаешь, вот я вспоминаю, последний раз я к тебе прилетал, мы были на Оаху, это один из островов Галу. Да, это самый густонаселённый остров. А расскажи вообще, мне, знаешь, когда я первый раз попал на Гавайи, я вот был со своими друзьями, ты нас встретил, я помню, ты приехал с ананасами, мы типа гимн Казахстана ещё пели. Да, да, да. Это очень круто было. И в тот момент для меня существовал только, ну, как бы один большой остров Гавайи, хотя я, типа, понимал, что это архипелаги, да, но в целом ты такой объяснил, вау, вот тут есть Кауи, тут есть Мауи, там Биг Айленд. И для меня такой, это же, по сути, каждый остров имеет какую-то свою аутентичность, и тогда ты заложил ядро, у меня цель, надо попасть на каждый, потому что с Калифорнией лететь до Гавайи в там 6 часов. Совсем мало, да, 6 часов. Ну, ты посел ночью, да, и ты уже утром там. И последний раз, когда я к тебе приезжал, я, типа, вот эту мечту исполнил, вот благодарю тебя за это, Рахмет, типа, с главного острова улетел в Мауи, потом обратно к тебе, потом на Кауи, это же, по сути, ну, типа, копейки стоит всё. Многие думают, что там очень дорого жить. Ну, касательно островов, да, я всегда, когда ребята первый раз прилетают, спрашивают, куда лучше полететь, чем заняться, можно ли за неделю построить все острова. Ну, первый раз я всегда и вам, и другим ребятам, всем друзьям советую сначала прилетите на Уаху, потому что там высто населённый остров, всё-таки вы более-менее будете близки к мегаполису, у вас будет какая-то островная жизнь, и это, так сказать, втягивающий остров в целом в культуру именно гавайскую. То есть, ты более-менее понимаешь основную почву, а дальше уже, когда ты второй, третий раз прилетаешь, ты уже можешь дальше лисеть на другие острова, смотреть, изучать, понимать. Каждый остров на самом деле разный. Сто процентов. Да, да, да. Я вот ощутил даже по энергии, вот, типа, какая-то индустриализация, где много очень хайвеев, американская инфраструктура на Уаху и на Биг-Айленде, то есть, ты это чувствуешь. А прилетаешь на Кау-Ямау, и там прям более какие-то у тебя чакры вскрываются. Ну, типа, я понимаю, что ты осознаёшь эти термины, потому что ты очень духовный человек, мы с тобой и медитировали, и на гвоздях стояли у тебя дома. Кстати, да, да, ты был первый человек, я про гвозди давно слышал, первый раз, наверное, слышал лет 5-6 назад, прям везде это начало выскакивать. А у меня на тот момент именно духовный рост происходил через медитацию, через какие-то практики, и самое главное, через людей. Мне вот самое интересное. Взаимодействие. Да, да, взаимодействие с людьми, то есть, каждый человек, это, по сути, отражает какую-то часть тебя, то есть, ты не можешь встретить человека, который несёт в себе что-то, чего нет в тебе. Вау. Да, такой момент для меня был очень интересен, и когда ты постоянно, судьба тебе направляет и отправляет разных людей, ты начинаешь, со временем, когда осознанность повышается, ты начинаешь понимать, что, ого, в этом человеке есть вот это, вот это, вот это, а оказывается, это есть тоже во мне. Слушай, это так круто, вот у меня сейчас прям синхронизируется такое осознание, что, по сути, если тебе не нравятся люди, с которыми ты когда-то взаимодействовал, ты, наверное, их перерос, ты осознал, что вот почему они тебе не нравятся, потому что в тебе была вот эта часть. Ты её проработал, прошёл, и дальше ты не понимаешь, как взаимодействовать теперь с ними. Это же, по сути, является катализатором роста. Если ты правильно сделал работу, если ты правильно отделил себя от этого, ну это вау. Ну, мне кажется, в целом это, жизнь это череда событий и жизнь своего рода квест. У тебя постоянно разные люди, разные ивенты, разные события, и ты своего рода проходишь постоянно разные уровни. Встречаешь человека, если ты с ним прорабатываешь какой-то момент, условно, вот ты привёл пример, тебя в каком-то человеке что-то триггерило, ты этот момент проработал, ты делаешь шаг вперёд. А человек, возможно, не делает. Человек, возможно, не делает. То есть это взаимовыгодный урок для обоих. Ты сделал выводы для себя, прошёл урок, ты шагаешь дальше. От человека зависит, дальше он будет находиться в твоей жизни или нет. Человек прорабатывается, он дальше идёт. Встречает другого человека, или вы дальше вместе идёте в развитие. То есть вы дальше можете другой урок вместе проходить. То есть такое у меня тоже было. Мы вместе проработали один момент, дальше пошли в глубину, то есть ты с человеком идёшь в глубину, ты глубже, глубже, глубже познаёшь. И мне кажется, ну, настанет такой момент, когда ты поймёшь, а, окей, прикольно, мы друг другу помогли, мы прям, знаешь, находимся в таком дзене и в любви, а дальше уже от нас зависит. Дальше рост, если присутствует вот в этом взаимодействии какое-то расширение, то дальше можно двигаться. А если нет, вот мне кажется, я часто себя ловил на связи, и это не только с людьми, это и во взаимодействии с внешним миром. Вот, допустим, я чувствовал в Калифорнии рост, я там двигался, перестал чувствовать, понимаю, что надо что-то менять, взаимодействие менять, как ты говоришь с человеком. То есть, по сути, функция, функция – это движение. Функция движения, да. Это параметр X и Y. Вот если я не могу, я очень хочу поменять человека во взаимодействии с ним, но я понял, что это невозможно. Возможно поменять мой параметр. Вот я, как X, меняюсь, и я автоматически ты Y, как функция, привязан ко мне, ты тоже меняешься. Ты тоже меняешься. То есть, лучше прилагать фокус и усилия, чтобы что-то в себе изменить, потому что это возможно. И тогда автоматически ты будешь меняться. Ну да, вот недавно мы, кстати, вчера с тобой катались, и ты такой интересный пример привёл. Чтобы изменить мир, ты в первую очередь должен изменить себя. Внутри? Да, внутри. Когда ты меняешь себя, соответственно, твой мир меняется. И меняется твое восприятие к миру. То есть, по сути, параметр, который ты не можешь сказать, ой, ответственность не на мне, на мире. Ты всегда берёшь ответственность на себя, это твой параметр. И когда ты его каждый день меняешь, ты делаешь работу, усилия. И, соответственно, твоя внутренняя вот эта работа во всё отражается. Во всё отражается, да, да. А мы всегда, знаешь, вот очень многие люди жалуются, говорят, вот внешние факторы, всё в одно наложилось. То есть, они как будто ответственность скидывают туда. Да, да, да. Я с этим с тобой полностью согласен. В этот момент такой очень интересный. Слушай, а ты вот в Алматы, у нас есть Чимбулак. Да, да, да. Ты вообще когда, мы вчера с тобой катали, ты первый раз катался? Я последний раз на Чиме катался 8 лет здесь я вообще не был. И до этого я прилетал в год на буквально 2-3 недели. В Казахстане не было 8 лет? 8 лет вообще не было. Да, да, да. Для меня, знаешь... Ты сейчас первый раз за 8 лет? За 8 лет ты первый раз прилетел. А расскажи вообще, вот ты вот прилетел, что ты почувствовал за 8 лет, первый раз ступив? Ну, первое, самое первое впечатление, Алматы, на самом деле, сильно изменилось. Изменилось по-разному. Я не могу, знаешь, в общем, в общих чертах выделить, что Алматы там поменялось. В лучшую сторону, в худшую. То есть, есть моменты приятные, есть моменты, условно говоря, неприятные. Которые хотелось бы изменить. Хотелось бы изменить, да. Но это опять-таки для меня всегда, как я смотрю на социум, то есть, есть сознание, масс. Это если в математическом выразить, условно, ты берешь 10 человек, каждого человека берешь, там, максимум он выдает 10, минимум он выдает один, и каждый человек, там, у каждого человека разные номера, ты это все суммируешь и делишь на эти 10 человек. И 10, да, средняя. И средняя статистическая выдается. То есть, для меня вот средняя статистическая, она условно здесь, а на Гавайях, она чуть-чуть, ну, наверное, выше. Это опять-таки мое восприятие. А в каком параметре, в чем ты сравниваешь? В параметре, наверное, в параметре, я думаю, духовности, все-таки человек, развитие человека, я приведу пример пирамиду масла, где заразить человека, он условно поделил на 7 ступеней. Я всегда это сравнивал с, как йоги, йоги приводят пример, как человек развивается по чакральным вот этим вот моментам. То есть, основной момент, ты закрываешь свои основные потребности. Это есть, еда, выживание. Где спать. Да, где спать и так далее. Дальше ты поднимаешься и, соответственно, твой уровень также растет. Второе, третье, середина доходит до любви и дальше уже ты по-любому идешь в духовность. Горловая чакра, это искусство. Это искусство, да, да. Ну, вот ты в курсе читал, интересовался. Я буквально вчера что-то перебирал, смотрел и наткнулся на этот момент. Подожди, а седьмая, это самая, это связь с каким-то космосом, типа это канал, который проводит энергию, да. Да, седьмая, это уже ты вот, когда развитие с человеком условно происходит, человек развивается, закрывает первые потребности, далее развивается, поднимается вверх, доходит до любви, дальше идет искусство, проявление, потом доходит до божественного. То есть, в моем видении мира, как я наблюдаю за людьми, и не только за, знаешь, как тебе объяснить, не только за... Ну, не последние люди, которых ты тоже встречал в Калифорнии, большие бизнесмены, ребята, постепенно это переходит в момент, когда ты хочешь развиваться и находить какую-то духовность. То есть, духовное развитие, ну, неизбежно. Какой-то смысл ищешь вообще. Какой-то смысл ищешь. То есть, я не думаю, что это, ты знаешь, чтобы ты сюда пришел, просто прожить опыт. Для меня это, ну, такой абсурдный момент. Мы души осознанные, и ради какого-то опыта мы сюда приходим. Мне интересно, ты просто говоришь такие, ну, типа, приводишь из своего жизненного опыта, пример, для тебя. Я понимаю твою точку зрения, потому что ты пожил там в Нью-Йорке, в разных штатах Америки, на Гавайях, все время там путешествуешь. У тебя какая-то постоянная смена вот этой парадигмы, смена матрицы. Да, да, да. Конечно, у тебя есть возможность это анализировать, и, типа, понимать, в чем смысл. А вот представь люди, условно говоря, которые живут там даже не в столице, где-нибудь на периферии. Да, да. Вот для них одна и та же картинка, вот, допустим, это село, это, допустим, работа одна и та же. Вот, представляешь, для них тяжело, как и с пирамидой масла, например, осознать какие-то вещи, что, по сути, вот, в Калифорнии деньги, по сути, очень дешевые. То есть, у всех есть кредитки, они все, типа, что хотят, то и тратят. Нет в этом потребности. И они все начинают медитировать, айвазки, я там сам несколько раз делал айвазки, рассказывал тебе. То есть, в этом есть такая потребность большая, потому что все остальные вещи реально закрыты. А сюда, знаешь, вот, когда ты приезжаешь, понимаешь, что, ну, как, вот, я просто хочу понять, вот, как ты и я тоже, мы родились вот в такой маленькой периферии, я вообще родился в Кустанай, это, типа, ну, это вообще очень маленький городок. И, по сути, когда, если бы я жил в Кустанай, я бы, ну, не понял мир вот так, как я его сейчас понимаю. И то же самое с тобой. Вот, можешь какой-то применительный совет дать вот ребятам, которые сейчас нас слушают, как вот, будучи в Казахстане, как вот ты дошел до такой мысли, ну, что я вот хочу жить на Гавайях, вот, и на Гавайях я хочу развиваться, расширяться. Почему тебе было не страшно? Расскажи чуть-чуть вот свои какие-то внутренние импульсы. Для меня, наверное, идеальная формула, я всегда ее привожу в пример, когда мне такой похожий вопрос задают. То есть, у каждой души, когда душа сюда приходит, у нее должен быть компас. Да, компас, куда двигаться. То есть, у каждой души, по сути, есть навигатор. Навигатор – это любовь, и навигатор – это любимое дело. Вау. Да, то есть, ты должен жить в сердце в первую очередь, учитывая матрицу, учитывая социум, в котором мы живем, учитывая все эти моменты, я понимаю, насколько это трудно. Я понимаю, насколько это сильно тебя разносит, насколько сложно этому следовать, насколько сложно находиться постоянно в сердце и принимать решение двигаться непосредственно из сердца, не из ума. Потому что обычно все тебя толкает в ум. Да, все тебя толкает в ум. А это как будто ты против, совершаешь работу против. То есть, да, мне кажется, самый основной канал, самый основной момент – это жить в сердце. В первую очередь, потому что сердце, оно всегда знает, как куда двигаться, правильно двигаться, какой путь твой, какой условно навязан тебе той же матрицей. Причём, ты знаешь, я тебя слушаю, это в теории звучит прям красиво и просто. А на самом деле, да, это очень трудно. Я тебя понимаю, зная, как тяжело там реально, особенно на Гавайях, особенно когда я разговаривал, вот я 5 лет, там один, а ты 13 лет, один. Ну, это не передать, когда каждый праздник, каждый день рождения родителей, ты хочешь быть рядом, а у тебя есть возможность только по телефону с ними разговаривать. Это вообще тяжело объяснить людям. Ну, вот этот момент тоже, да, я как сюда приехал, мне 8 лет, как ты говорил, меня не было. Как только прилетел, я приболел. Прилетел, у меня простуда была от этих моментов. Недавно обратно приболел. То есть, у меня иммунитет условно не перестроился, организм только перестраивается, какие-то инфекции он подхватывает, к чему-то он только-только обратно приспосабливается. И когда ты дома находишь, и забота, знаешь, близких, родителей, когда ты просто просыпаешься, мама, близкие люди заботятся тебе, какую-то таблетку дадут, сделают тебе вкусную еду, позаботятся тебе. Тогда у тебя приходят осознания, такие, ну типа, что я там потерял, что я там делаю. Ты уже забыл, что это такое. Ты уже забыл, что это такое, да. Ты, по сути, стал волком-одиночкой, ты понимаешь, что ты там один, у тебя нет там близких-близких людей, есть друзья. Нет возможности большому количеству близких и людей приезжать. Да, да. У тебя есть возможность, у них нет. Ну да, в этом плане немного сложно. В идеале, конечно, хотелось бы находиться рядом с семьей и в то же время не изменять себе. Сердце-то иногда завелось. Да, да, да. Тут такой коллапс двух таких плит происходит. Семья, либо жить по сердцу, жить по своему пути. И вот немного этот момент трудный. Это есть вот отцы и дети Тургенев. Да, да, да. И там есть такая основная проблема, что предыдущее поколение очень тяжело понимает нынешнее. Нынешнее поколение, да. А уже невозможно им это понимание дать. И по сути вот, ну, типа задача какая, наверное? Вот ты в какой-то момент, у тебя есть ощущение, что столько увидев, тебе хочется это как опыт передавать, начать делиться. Вот ты это почувствовал или нет еще? В какой-то момент, если помнишь, нет, я прям сильно начал интересоваться там тревел-блогингом, фотографии выставлять. Да. Я почувствовал, что как будто это моя стезя. У тебя очень круто. В это я пошел, этому я уделял, наверное, год. Но ты сам понимаешь, в Америке помимо твоего внутреннего проявления, помимо следования своему сердцу, тебе надо зарабатывать. Особенно, если у тебя нету извне, там родители не помогают. Ну, у тебя просто, ты понимаешь, у тебя кост там 30,5 тысяч в месяц. Возьми, отдай, а где их взять? Где их взять, да. Это моя была основная проблема, когда на Гавайи только переехал, я поступил туда в университет. Я поступал как интернациональный студент, и они обычно платят два-три раза дороже. Да, и что ты понимал, у меня за год чисто обучение выходило в порядка 40-45 тысяч. Долларов. Да, это только обучение. Мне надо жить. Мне надо есть. И также хочется заниматься, знаешь, любимым делом, снимать, бегать, фотографировать. А особенно ты еще скажи, что для Казахстана. Когда уже там живешь, ты уже как бы 45, это тебя не пугает. А переведи, да, на тот момент, да. Переведи это сюда, это совсем другие суммы. Ну и в какой-то момент, когда, знаешь, обучаешься, понимаешь, у тебя времени не хватает нормально учиться, и у тебя времени не хватает нормально проявляться. И на работу тоже времени особо не хватает. То есть тебе надо выбирать из чего-то. Любимое дело, да, иногда отходит. Отходит на второй балл. Женщина отходит, и ты вот этот баланс, ты не его балансируешь, а ты идешь на компромисс. На компромисс. И договариваешься с самим собой. Родители, ну блин, наверное, да, я тебя очень понимаю. Расскажи, как вот, какие вещи тебя заставили с этим справиться? У тебя есть какой-то ритуал или твои личные наблюдения? Как вот с этим справляться? Потому что я уверен, что у каждого это будет, ну, сложности такие. Ну, думаю, да, но основной момент по учебе. У меня, видишь, профиль, который я выбрал, он никак не связан. Он не технический, там, не юридический, не медицинский. Здесь, когда я, будучи молодым, в Казахстане работал, я успел поработать в отеле и в целом в индустрии. Индустрия мне понравилась, и когда я переводился туда, на Гавайи, я думал, окей, там, в принципе, отелей много, и туризм развит. А, в этой направлении. Да, да, я в этом направлении поступил, получается, и в этом направлении год проучился. И, учась там, видя все это, мне такое осознание пришло, что я уже был в индустрии, это мое второе высшее. И если так разобраться, оно мне, ну, нафиг не надо. Я могу так же устроиться в отель простым рабочим. Подожди, ты просто бросил? Я просто бросил университет. Полтора года отучился, потратил, на считай, 40 тысяч плюс 20, это 60 тысяч просто на учебу. Есть проживание, есть еда. Да, я думаю, около 100 тысяч долларов я потратил просто так в воздух. Да, и вот такой момент. Вау, слушай, а в армию, вот я слышал, если ты попадаешь, ну, типа, служишь в армии, есть один очень популярный блогер, тоже на Гавайи, то тебе дают сразу доки быстро, там, грин-карту, паспорт. Ну, в армию, да, там есть, по-моему, моменты, ты должен пройти тест, должен подходить по параметрам, если все у тебя нормально, если ты проходишь эту селекцию, после этого тебя берут в армию, и тебе документы дают. Сразу нет, я не знаю, но ребята в течение полгода получают... Полгода это, у меня по 8 лет люди ждут, просто собеседование. Ну, мне кажется, люди, которые долго ждут, там, знаешь, такое столкновение, такой резонанс получается, я так долго жду... Может быть, это значит, что не надо, да, типа... Ну, может быть, да, но никто же не знает. Ты же... А может быть, наоборот, да. Просто, как бы, в моем случае чуть по-другому обстоятельства сложились. Смотря на тебя, я прям, знаешь, прям горжусь, и мне прям, знаешь, вот это вау сразу вырывается, типа, ты там пожил, все увидел, дальше путешествуешь, хочешь развиваться. Ну, живешь по сердцу. Мне вот этой легкости, на самом деле, ему не хватает, и я бы этой легкости, которая у тебя есть, многим ребятам пожелал. Я, знаешь, я просто, когда вот последние месяцы я смотрел так, на многих ребят, которые вот приехали, и они как бы делают что-то, но глаза не горят. Глаза не горят, да. Потому что делают не через сердце. Да, меня поражало то, что они горят, но там же такие какие-то причины, 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 а я смотрю в глаза отражение души, да у меня нет искры. Искры нет. Я такой думаю, блин, ну жизнь одна. Это не означает, что, типа, вот это, это все, на что ты поставил. Попробуй пожонглируй. Ну, Австралия, Европа, Казахстан, ну сейчас космический, сейчас очень много развивающихся стран, которые благодаря тому, что сейчас открытый интернет, искусственный интеллект, ну, типа, копируют какие-то сервисы и просто в топе. И эти сервисы, вот, допустим, Яндекс.Драйв, Яндекс.Гоу, здесь намного круче, чем тура в Америке. Ну, очень крутое. То есть, ты можешь, это, по сути, токенизация, которая берет права на владение автомобилем, дает тебе возможность владеть автомобилем во временном фрагменте. То есть, день, час, минуты, и во фрагменте 100 километров, 200 километров, километраж. То есть, ты, по сути, приобретаешь за деньги права на владение новым чужим автомобилем. И то есть, а в Америке не так. В Америке такое более какое-то устаканившееся. И иногда это раздражает, типа. Ну, и даже банковские системы. Я вот 8 лет не был. Здесь? Нет, там. Там несколько банков. Ну, Wells Fargo, это вообще какая-то шляпа. Wells Fargo шляпа, там, знаешь, прям по холкозу. На Гавайях вообще, знаешь, все банковские системы работают 20 лет назад. Ты заходишь, там все по старинке. А у вас есть банк в Гавайи. На Гавайях, кстати, для информации, к сведению, нету американских банков. Нету Chase банка, нету Bank of America, нету Wells Fargo. Там все гавайские банки. То есть, вся система банковская, финансовая система штата Гавайев, они не дают большим игрокам заходить туда. Потому что эти большие игроки, они просто знают, что эти маленькие банки уничтожат. Вау, этого я не знал. Даже вот сегодня услышал от Адлета такую информацию, что владелец Халыкбанка, он дал 28% как это, shareholder, акционер, часть американским банков Америка. Ну, то есть, смотри, какая шахматная интересная позиция. То есть, грамотно, а вот на Гавайях даже типа этого нету, интересно. Но у них своя такая аутентичность. Помнишь, мы с тобой серфили, и ты кого-то подрезал, это было вот я, Андрей, ты. Да, да, да. И прям на тебя вот эта нейтив Гавайка, да, можно сказать, она прям... Тетка. Да, начала, ну типа на тебя какие-то эти... На Гавайи, да. Что ты ответил, помнишь? Ну, там, видишь, такой специфический спад был. В целом, гавайцы, они не любят белых. Да, потому что если смотреть назад в историю, свержение монарха произошло неправильным образом. То есть, там такая... Со стороны континента. Да, со стороны Америки. То есть, со стороны Америки это произошло так красиво, так неаккуратно и так по-жёсткому, что они сами, знаешь, не поняли, свергли на тот момент, по-моему, королева была, женщина последняя. Её убрали. Потом, со временем, гавайцы начали понимать, втыкать, что это всё произошло неправильным образом. Сейчас на Гавайях есть большое движение, которое пропагандирует и хотят привести к тому, что Гавайи обратно станут королевством, независимым от Америки, независимым от Великобритании. То есть, как штат или как государство? Как государство. Да. То есть, изначально Гавайи никогда не были... До Америки они никогда не были под Британией. При крутом монархе-короле Камехамехе у них, если ты помнишь гавайский флаг, сверху такие полосочки и крест. Похож на британский. Похож на британский. И вот эти полоски, это ассоциируется с Америкой. То есть, у них... Вот этот был нейтралитет классный, что у них были классные отношения и с Америкой, и с Британией. Происходил обмен, происходила торговля. То есть, Гавайи, на самом деле, они сами по себе были очень сильно развитые. Потому что они вот географически в правильном месте находятся. В правильном месте, да. Торговые пути. Торговые пути, да. Интересный факт, что россияне одни из первых приплыли на Гавайи. Реально? Да, да, да. На Гавайи есть порт Элизабет. И её назвали в честь, по-моему, Элизаветы. Реально? Да, да, да. Я знаю, что в Сан-Франциско, за Сан-Франциско, в северной части Калифорнии, есть прям русский порт. И вот, ну, я, к сожалению, там не побывал, не доехал, но тоже там часть поселенцев была. Возможно, это вот, наверное, одно из направлений, где они туда-сюда плавали. Я знаю, что один из маленьких частных островов называется вот самый, где 200 семей живёт. Туда невозможно попасть вообще без приглашения. А, на севере Гавайи, да, да. Остров называется Ни-Хау. Ни-Хау, да. И, по-моему, в своё время монарх, получается, полностью выкрепил этот остров и сделал его закрытым, чтобы сохранить аутентичность, сохранить культуру и сохранить вот этот быт. Но там, на самом деле, ребята говорят, что не так всё, знаешь, первобытно. Есть какие-то моменты. Многие жители этого острова плавают на Кауаи на работу. Вот я с Кауаи как раз видел с верхушки, прямо он же вблизи его. Рядом, да. И что ты говоришь о ней? Ну, и они туда-сюда каждый день мотаются, работают, плывут на Кауаи работать, вечером обратно возвращаются. Типа какие-то waitress или кем они там работают? Вот эти моменты я не знаю. Мне вот местные ребята говорили, что есть такие жители, которые туда-сюда мотаются, работают. Это как, знаешь, жить в Алма-Ате, работать в Алма-Ате и жить в Толгаре. А. Родители в Толгаре живут. Да, да, да. Не, ну типа, я не знаю, прям очень круто. Вот я даже, знаешь, вот прилетев там в Америку и побывав, ну вот первый раз, когда к тебе прилетел в гости, я прям вообще ощутил, что это какая-то совершенно другая, не знаю, инстанция. Вот, то есть ты по энергии чувствуешь по-другому. Ты мне говорил, когда мы были на хайкинге, что, ну это такая теория, что на Гавайях раньше жили, кто-то говорил, другое цивилизация или племя. Ну да, очень много информации разной, то есть постоянно всплывают про Атлантиду, про жителей Атлантиды, до Атлантиды это Лемурия, лемурийский континент. А почему, чем вот это подтверждается, вот эти какие-то теории? Ну это больше, знаешь, по духовной части люди, когда начинают, знаешь, разные книги писать. Ощущения, да. Ощущения, да, информация передаётся, какие-то видения, какие-то моменты ченнелинга, ну ченнелинга, то есть передавать информацию через себя. Считывание. Да, да, считывание информации и передавание. И много разных авторов, то есть это не конкретно какой-то один автор, получается много разных авторов одну и ту же информацию передают. Прикольно. Ну потрясающе по красоте, у меня, мне кажется, первое место занимает точно Гавайи, там Кауи, Мауи, потом вот Оаху, потом, наверное, Аляска. И, кстати, про Аляску, мы же были на Гавайях, и ты нам посоветовал человека, потому что ты, расскажи эту историю, ездил на Аляску. Ну я, получается, у меня друг, и у него близкий друг, он родом с Аляски. Молодой парнишка, у него родители, получается, родом из России. В своё время они эмигрировали и переехали на Аляску. Но он очень плохо говорит по-русски. Он очень плохо говорит по-русски, да, да, у него русский очень плохой. И, ну, понятное дело, человек родился в Америке, молодой парнишка, но очень такой, знаешь, добрый, отзывчивый. Ты же, благодаря тебе, мы с ним познакомились, не поверишь, у меня в телефоне записан Рил Дил. Рил Дил, да, да, да. Потому что у него нет соцсетей, у него какой-то телефон такой, но чисто он его всё время забывает. Когда он к нам приехал, у него полная сумка оружия. Он говорит, ну как, я на медведя хожу там. Он просто, ну, с оружием в лес идёт и как охотник выживает. Вот я такой смотрю на него и думаю, какой я слабый. Ну, вот в плане он реальный мужик такой. Он мощный, да, да. Меня в этот момент тоже очень сильно удивил, потому что я себя тоже на тот момент сравнил, сколько ему лет и сколько мне. Ему совсем, знаешь, 22-23, да, на тот момент 20 лет было. А он себя, знаешь, как такой бывалый дядька, лесник, повидавший жизнь. Соответственностью ведёт себя. Да, и он такой смотрит на нас, мы там где-то стреляем, и он смотрит, смеётся, типа у нас отдача там в плечо. Он думает, что вы не умеете, такие очевидные вещи. Ну да. Ну Аляска, да, Аляска тоже интересный штат. Мне ещё Аляска понравилась. Один из таких моментов. Допустим, в других штатах, взять те же самые Гавайи. Ты едешь на дороге, и там, знаешь, какой-то конфликт может произойти, там начнёт на тебя кто-то быковать. Такие моменты. Может, люди всё равно, знаешь, какую-то свободу чувствуют. На Аляске ещё хорошо. Ты едешь, момент ссоры или момент какого-то конфликта. Обе стороны ведут себя очень адекватно, очень понимающие, и лишний раз, знаешь, агрессию не проявляют, потому что каждый понимает здесь, что у него в машине может лежать там, знаешь, не один ствол, 10 стволов, и у того человека другого то же самое. Там ещё полицейская такая система слабее, потому что количество оружия, количество силы у обычных граждан больше. Больше, да. Это да, это вот, ну, некие нюансы, которые... Меня, кстати, оштрафовали там. Я помню, мы летели, знаешь, из Анкоридж города, туда, где Северное Сияние. Там ещё один, второй город большой, не помню. Ну, что Васила? Нет, Васила рядом. Ну, вот прям где-то в центр Аляски. И там одна трасса, я, наверное, летел 160 майлов, и типа вот так вот шахматы всех обходил. Ну, да, машин немного. Ну, да. Подъезжаю к этому городу, и меня останавливает коп. А я уже еду, 60 в городе. И он такой говорит, что, типа, летели? Я такой, типа, нет, а как вы узнали? Он говорит, ну, звонили несколько раз. Несколько людей, увидев, что я, типа, нарушаю сильно скоростной режим, позвонили. Ну, у меня предположение, что они друг друга все знают. Ну, да. И, типа, и поэтому они поняли, что номера чужие какие-то, там, ну, типа, люди не местные. Ну, да. У них, видишь, такой быт тоже. Не, ну, с другой стороны, вначале, когда я переехал только в Америку, этих моментов я не понимал. То есть, для моего менталитета это был такой своего рода нонсенс. Когда ты, условно, кому-то позвонил, кого-то сдал, человек быстро едет. Как будто стукач. Как будто ты стукач, да. Да, да, да. Но если дальше смотреть в глубину, ты понимаешь, что ты социально ответственный человек, и ты понимаешь, что человек, который, знаешь, нарушает сейчас, там он может задавить твоего ребёнка. Возможно, да, кто-то выйдет на дорогу. Возможно, типа, да, это я тут с тобой согласен. У меня абсолютно так же было в начале. Но ты знаешь, когда я заплатил там, я заплатил 700 долларов штраф. Потом там, типа, вот этот полицейский, который на мотоцикле тебя с радаром останавливает, там тоже 350 долларов штраф и вызов в суд. А в суде тебя обязывают на Traffic School. Да. Типа по онлайн, либо походить. Либо комьюнити сервис, да. И ты несколько раз вот эти все фи получаешь, штрафы, и такой думаешь, не, я вот больше не хочу с этим сталкиваться. Тут, ну, как бы, серьёзная система наказаний за это. Ну, да, вот этот момент интересен. Опять же, ну, все же правила пишутся кровью, и поэтому люди уже, знаешь, вот это всё переживают. На ошибках. На ошибках, да, да. И вот этот интересный момент, я, наверное, всегда так говорю и привожу пример. Мы здесь, как страна, как социум, проживаем, то, что Америка проживала в 60-е и 70-е. То есть, мы, которые сейчас молодые, которым там, условно, 20-30-40, это старики Америки, которым сейчас по 70, по 60, по 80. И почему так думаешь? Ну, в целом, взять отношение родителей к детям, воспитание детей, отношение к жизни, отношение к любимому делу, в целом... Чуть в прошлом находимся. Да, да, да. Ну, по поводу временных рамок можно чуть-чуть это двигать, наверное. Не, ну, если не учитывать момент технологий. Да, потому что есть интернет. Да, да, да. То есть, как бы, да, мы сейчас... Вот этот момент, то, что мы сильно скакнули вперед, но в целом... Не, ну, даже прикольно, вот, ну, типа, количество людей, которые здесь я встречаю, они тоже очень соображают в крипте, допустим. Сейчас у нас централизованные биржи развиваются суперкруто, потому что у нас юрисдикция гибкая. Там, как бы, юрисдикцию сложно подвинуть, потому что там Security Exchange Commission, там какие-то над... Выше стоящие органы, они вот, ну, вот, что они решили, то так и будет. И, типа, а здесь, как бы, ещё можно очень многое менять. Это, с одной стороны, я тебя понимаю, это плохо, но, с другой стороны, для того, чтобы быть flexible, это хорошо. Ну, да, я как бы с этим согласен. Ну, и в целом здесь, если взять среднестатистическую молодёжь Америки и молодёжь, которая живёт здесь, допустим, в Алмате, здесь ребята намного больше надвижи. Здесь намного больше ребят хотят чего-то добиться, работают, двигаются. Тут совсем, ты знаешь, тут элементарно садишься в такси, ты видишь человека, который едет за рулём, это непосредственно, да, который работу он сейчас ведёт, и параллельно ещё чем-то занимается. Разговаривает, какие-то другие дела решает. И в этом нет ничего такого, человек понимает. С моей позиции это наоборот респект. То есть, у меня нет осуждения, типа, чувак, ты вот делаешь работу, делай эту работу. А то, что он параллельно чем-то ещё занимается, для меня наоборот интересно, типа, о, классно, поделись. Может, там я что-то смогу помочь, или может ты мне поможешь. Жень, крутая позиция, да, потому что, знаешь, классно, что у тебя есть такое отношение. Вот, я думаю, переехав туда, тебе многие люди помогали. Ну, то есть, ты ощущал помощь от местных, от там людей, ну, вот просто во многих вопросах люди бескорыстно говорят, да, чувак, тебе тяжело, я понимаю, ты этот путь проходил, давай помогу. И классно, что ты сейчас это транслируешь, потому что, ну, вот человек даже во взаимодействии такси с тобой, он думает, вау, парень приехал из Америки сейчас, он, типа, хочет просто так помочь, это круто. Тогда, ну, типа, все будем расширяться, все передавать будем опыт свой. Да, этот момент расширения, мне кажется, всё-таки, человек, в первую очередь, должен делиться опытом, нисколько, там, моментами финансовыми, либо другие моментами, ну, накопив этот большой багаж, мне кажется, нужно вот этого, знаешь, отдавать. Потому что, знаешь, вот мне кажется, ощущение такое, что вот он же тебя переполняет, ну, багаж знаний, потенциал, и если ты его не начинаешь правильно выдавать, транслировать, он как бы начинает тебя это съедать, съедать даже большая сила, и ты типа, ты либо её обуздаешь, и такое в правильное русло, а потом, если у тебя правильное намерение, это уже тебе будут блага, ресурсы, и типа сам ты будешь, понимаешь, что ты делаешь классное дело. Мы с тобой говорили про душу, вот я считаю, что душа пришла сюда для того, конкретно каждый человек, чтобы сделать что-то вот своё уникальное, 8 миллиардов человек, 8 миллиардов уникальных людей, душ, но вот как ты правильно говоришь, чувствовать путь сердца и души, основная задача каждого, копать в себе, то есть есть инструменты, которые ускоряют процессы копания, вот ты просто очень духовный, развитый в этом плане человек, вот расскажи, как ты вообще видишь, ну какие есть инструменты, какие тебе более близки? Ну касательно инструментов, сейчас прям знаешь, такая тенденция, попсовая тема делать айвазку, я честно её ни разу не делал, как были моменты, когда вот развитие, вот этот момент только начался, начал копаться в себе, заниматься самопознанием, читать какие-то книжки, вселенная начала отправлять разных людей, и люди это информация, и опять-таки в какой-то момент, айвазка начала всплывать, и обычно как айвазочники говорят, мамма айвазка, она тебя зовёт, и когда она тебя зовёт, то есть ты должен пойти и этот опыт прожить, она тебе даст актуальный опыт твоей душе на данный момент, допустим, в твоей душе какой-то опыт актуален, или какие-то проработки ты должен сделать, она тебе помогает. Как я вижу айвазку, представить десятиэтажное здание, ты поднимаешься по ступеньке сам, прорабатываешь тело, прорабатываешь дух, добираешься... И с каждым этажом более... Да, с каждым этажом ты это чувствуешь, ты это прорабатываешь, когда ты доходишь до десятого этажа, ты понимаешь, я поднялся, это от меня не уйдёт, это во мне. Ты типа запомнил всю эту дорогу, да. У тебя, во-первых, мышечная память, память твоей души, память твоего подсознания, всё вот это вот оно фиксируется, ты это сам проходишь, 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 и на десятом этаже ты такой, о, классно. Это как Рокки, знаешь, когда Рокки бежит, поднимается на лестницу, и вот эта музыка, знаешь, я это сделал. А с айвазкой, это ты заходишь в здание, стоит лифт, ты заходишь в лифт, нажимаешь десятый этаж, поднимаешься. Нету ощущения проделанной работы. Нету ощущения проделанной работы вообще. Я понимаю, ну, это в какой-то момент, наверное, это будет актуально. Как я это вижу, наверное, её делать надо уже потом. Когда ты накопил вопросы нерешаемые. Да, да, да. И тебе сложно, ну, самому подняться на десятый этаж. Класс, классная аналогия вообще. Ну да, я вот как бы айвазку я таким образом вижу. Айвазку я никогда не пробовал, но там другие моменты, грибные, они были, присутствовали. Типа микродозинг. Майкродозинг, да. Ну, интересно, как бы интересный опыт. Это всё-таки, знаешь, расширение понимания, другое видение. Мне кажется, это всё-таки надо. Надо, знаешь, попробовать, испытать. Не, ну, не зря в Америке какие-то вещи, они легальны. И, конечно, есть обе стороны медали. Но то, что это где-то рамки убирает. Потому что вот мы все, почему мы не можем найти сердце, вот этот путь сердца, путь души? Потому что у нас рамки. От родителей эти рамки. Вот сейчас модно, кстати, психология, там разные психологи. Я вообще к этому относился, ну, типа, совершенно отрицательно. Пока в какой-то момент не понял. Вот, блин, у меня есть папа, у меня есть мама, и у меня есть ещё там бабушка с дедушкой, с которым я, в принципе, вырос. И я вообще повторяю паттерны поведения, которые меня триггерили в родителях, в бабушке с дедушкой. И, типа, что бы я с этим ни делал, наверное, разговаривая с тобой, ты принимаешь мою позицию, потому что ты мой друг, да? И ты, типа, вряд ли мне поможешь. А человек, нейтрально к этому настроенный, видит в этом рабочие моменты и направляет, чтобы я сам уже потом их менял. То есть, ну, типа, где-то круто заплатить деньгами за опыт и за инструменты. Инструменты и получить. Я сейчас, типа, считаю, что с психологами где-то круто поработать. Ну, мне кажется, это такая большая, наверное, нисколько проблема, а момент, который наш социум здесь, он должен над этим работать. Если даже, ну, далеко не уходить, смотреть моменты абьюзов, то, что происходит с женщинами. И я, на самом деле, не оправдываю мужчин. Это неправильно. Так мужчины поступать не должны. Но я не увидел ни одного человека ни в подкасте, ни в интернете, который начал смотреть в глубину этого момента. То есть, есть следствие, есть причина. Есть следствие, есть причина, есть результат. Почему? Потому что ты привозишь пример, я привожу пример. Развиваясь, будучи детьми в этом социуме, на многие вещи наши родители совсем не проработаны. То есть, в их времена вот этих моментов не было. Не объясняли. Почему, да? Почему я привожу пример Америки, то, что мы проживаем опыт Америки, там, 60-х, 70-х, и условно мы сейчас, это старики, которые сейчас в Америке, которым 70-80 лет, потому что они эти моменты своим детям уже осознавая давали. Эти моменты сейчас мы только осознаем. Ну, дай бог, что следующему поколению мы как-то лучше это сделаем. Следующее поколение, оно будет менее травмированное, более проработанное. Вау. И даже опять приведу момент с этими абьюзами, и то, что постоянно всё это всплывало. Это же подавленная агрессия условно ребёнка. Одна из причин. То есть, ребёнок развивается, растёт, агрессия здесь подавилась, там подавилась, здесь он набрался чего-то с детьми, с друзьями на улице, ему не дали там то, не дали, не так посмотрели, туда послали, домой приходят, агрессия в нём скапливается. Эту агрессию надо куда-то высвобождать, с кем-то говорить, разговаривать. А этого разговора у нас не происходило. Вау, ты просто не поверишь. Да, скажи мысль, я сейчас тебе абсолютно согласен. Ну вот, эту агрессию нам родители, даже старшее поколение, их родители не давали агрессию выдавать, проявлять, и эти проработки не происходили. А человек растёт, ребёнок развивается, и это в себе, он всё это копит. Это всё накапливается, накапливается, накапливается. Далее человек идёт во взрослую жизнь, ему нужно принимать решения, помимо бизнеса нужно создавать семью, помимо семьи дальше у него будут дети. А куда эта агрессия уходит? Она никогда не уходила, человек не прорабатывался, у меня не было работы с психологом, у меня не было копаний внутри, моментов проработки, духовных моментов я вообще не говорю. То есть этого и не было. То есть как будто эти элементарные моменты не присутствовали. Ты знаешь, вот типа я с психологом пообщался, она мне говорит, вот ты занимаешься спортом, я же практически на каждодневной основе хожу, у меня мышцы супер привыкшие, я могу гимнастически просто делать что-то. У меня нет такого, что блин, как тяжело мне что-то сделать в спорте. Когда начинается психологически ссора там с девушкой или какие-то конфликты, не поверишь, я начинаю убегать от них. Почему? Потому что у меня нету опыта или мышечной памяти, как прорабатывать вот эти разговоры. Потому что в детстве я что делал? Тренировался. А тренировка, это я комфортно себя чувствую, мой организм, моя психика. Ну вот, где я один, тренируюсь, тяжёлые там нагрузки себе даю. А где нагрузки в конфликтной ситуации, как мама с папой ссориться, как бабушка с дедушкой. Они же поссорились, всё, разошлись и молчат. И ты эту модель, паттерн поведения, начинаешь копировать, потому что, ну, так правильно, как будто было. И ты такой, наверное, конфликт, это плохо, и ты начинаешь убегать от него. Я тупо не понимаю, где мне взять опыт, вот эту вот, ну, только сейчас новыми какими-то прописать моментами с работы с психологом, чтобы это больше меня, мною не управляло. Да, да, да. Ну, то есть, да, такие события, ты, человек, не прорабатываясь, он волею-неволею становится пленником определённых вещей. Бессознательно. Бессознательно, да. Которые толкают его. Которые толкают, да. То же самое, то, что вот происходит, здесь в обществе происходило, человек, ну, я как бы, опять-таки, не оправдываю этого мужчину или тех мужчин. Это неправильно в корне за неправильные вещи. Но, опять, если смотреть в глубину, это же всё происходит бессознательно. Да. То есть, человек не говорит там, я там, условно, я сейчас тебя, знаешь, накажу, и он в этот опыт идёт и делает это осознанно. Это всё происходит бессознательно. Знаешь, мы каждый, вот каждый из людей, каждый человек, и мужчина, и женщина, они 100% хорошие и 100% в теории понимают все вот эти процессы. Да, да, да. В теории мы все крутые. Но когда включается твой маленький ребёнок внутренний, и ты, ты знаешь, ты бессознательно начинаешь бояться, зажиматься и атаковать. Почему? Потому что это вот животный инстинкт, который копился из поколения в поколение. И по сути, вот это вот бессознательно у нас не особо развито, как к нему подходить. И всё, что мы вот с тобой проговорили, про духовность, про какие-то методы, там, даже те же гвозди, да, это вот то, что вовне на тебя влияет, но помогает тебе расширить вот инструменты твоей психики. Ты же, по сути, когда ты, смотри, ты правильно сказал, на Гавайях, Калифорнии, люди не борются за выживание. У них есть доска для серфинга, есть океан. Ты берёшь и каждый день можешь со стихией взаимодействовать. Потом у тебя там асайбол, салман там, всё, что океан тебе даёт. У тебя нет такого, что ты, ну, такой забитый в меньшей, наверное, процентном соотношении. Поэтому, типа, там вот комфортно, потому что все как бы улыбаются, все хотят помочь, там, меньше вот этих, бессознательных травм, которые вот здесь вот очень у многих, в том числе и у меня, у тебя, мне кажется. Ну да, я поэтому, помнишь, когда ты у меня последний раз был, мы туда-сюда катались, время проводили классно, и тогда я был прям на пике работы с психологом, я тебе постоянно про это говорил, ещё в Калифорнии, и ты на то мной смеялся. А я вообще с психологами абсолютно, помнишь, я тебе говорю, это вообще никак. Всё, не моё, да, да, да. Но после этой всей работы, я, наверное, безостановочно полгода работал с ней, классное время проводили, и прям заходили прям в глубину-глубину, ты сам того не понимая, такие моменты начинаешь прорабатывать, у тебя бессознательно картинки начинают, знаешь, выходить. Одна картинка, вторая картинка, третья картинка, которая где-то тебя, знаешь, триггерит, триггерила, или момент тебя беспокоит. Если поверхностно построить, это просто какой-то момент из твоего детства, момент из твоей молодости. Поверхностно построить, ты на это внимание не обращаешь. Но если глубоко копнуть и это проработать, оно дальше, знаешь, пушит тебя двигаться вперед. Потому что, когда ты такой целостный, когда ты понимаешь, что блин, я хозяин всего, что происходит вовне, ну просто, когда я научился контролировать внутренний параметр процесса, то у тебя открываются безграничные возможности. Захотел, уехал на Гавайи, захотел, здесь создал IT-бизнес. Возможностей ты начинаешь смотреть на внешний мир с точки зрения возможностей, и как круто ты можешь привнести пользу. Пользу, да. И это, типа, ну, такое вот сознание, оно, типа, максимально вау, а почему я раньше до этого не додумался? Почему мои родители это не чувствовали, не осознавали? И, типа, ну, классно, что есть возможность просто это донести, и представляешь, чем больше людей это будет понимать, тем... Ну, в целом, да, мне прям приятно, что мы затронули эту тему, потому что тенденция такова, что большинство количества женщин, женского пола, они идут в это развитие, они прорабатываются, они прям идут в глубину. А мужчины где? Потому что у них психологический контейнер более развит. Более развит, да. Ну, и, соответственно, женская, мужская энергия, женская энергия больше переплодает, соответственно, развитие и так далее. Но к чему я иду, к чему я веду, а где мужчины? Про мужчин мы забыли. А мужчины в деньгах в ресурсе. А мужчины в деньгах в ресурсе. Но мужчинам надо тоже работать. Потому что и в мужчине, и в женщине есть мужское и женское начало. Баланс. Да, да, то есть баланс всегда должен быть. Женщины сильно ушли в реализацию... Мужское, типа, в перегиб. В перегиб, да, да. Достигаторство. А мужчины, наверное, сильно ушли в свою природу. Прям сильно-сильно. Я думаю, всё-таки мужчина не должен забывать, что есть моменты такие, что человек должен где-то проработаться, где-то пойти в глубину, где-то начать какую-то работу вести внутри. Слушай, а у тебя есть пример, кто из мужчин тебя вдохновляет с точки зрения, как он живёт? Какой бы ты пример для себя посоветовал? Я, допустим, на Гавайях живёт человек, ты про него говорил. Сёрфер, забыл, как зовут. Прям на твоём острове. Американец. С парашютом прыгает. А, ты этот, ты прям этот. Понял, понял. Ты говоришь про Джей Эльварес. Да, Джей Эльварес. Вот у меня, допустим, я смотрю на него, он как бы крутой. Ты пинаешь его лайфстайл. Да. И с точки зрения духовности, он транслирует на большую аудиторию под 7 миллионов. Очень крутые смыслы. На английском я его читаю, и такой, вау, даже переводя на свой язык, я уже понимаю это глубоко. Хотя обычно американцы чуть-чуть так на поверхности воспринимают. Не, ну классно, то, что ты его в пример привёл. И даже если взять нас с тобой, мы, наверное, ну, по крайней мере, я сильно обесцениваю такие моменты, что ты не транслирую, что я, допустим, не транслирую это всё в массы. Хотя есть возможность это делать на постоянной основе. 100%. Да, слава богу, потому что технологии, интернет, это всё позволяет. Пусть даже если мы поменяем, либо внесём какую-то лепту в сознание 10 человек, а дальше они это сделают на 10 человек. И ты прикинь, знаешь, вот это вот. Такое, как это называется, подтолкнул. Да, эффект домино. Одно пошло и идёт дальше, дальше, дальше. Блин, вот знаешь, у меня вот сейчас практически уже пролетел час на подкасте, мне кажется, вот минута прошла. Да, да. Давай обратимся к подписчикам, если реально подкаст был интересный, то есть вот на честность, пишите в комментарии, какие мысли и тезисы вам понравились. И если вы хотите, потому что время поджимает ещё раз, Ильдоса, увидеть, услышать его там опыт, понять, перенять, мы с ним видеоконференцию сделаем, да? С радостью, с радостью. Все такие темы будем затрагивать, я прям этот, время так быстро прилетел. Вообще скайп. Пишите в комментарии, может быть, что-то вы хотели узнать там. Мы такие более воздушные темы в этом подкасте затронули, но если там переезд на Гавайи, какие-то бытовые моменты, тоже, ну, мне кажется, с удовольствием ответим. Ильдоса – это вообще такой, как очень такой друг, который, ну, типа, хочется всегда, в пример, ну, рассказывать, потому что ты много чего добился, такой сам скромный и всегда готов помочь. Сколько бы раз я к тебе не прилетал, ты там никогда не говорил, там, заплати за это, за это. И я такой думал, блин, у меня есть вот дом на Гавайях, я могу туда, туда. Так что большой тебе респект. Алоха, Брахмена. Да, и вот на вот этом жести закончим подкаст.